Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Дарья, и сегодня мы попробуем поиграть в Horror DA, автором которого является Мейда Карабица. Если вы еще не знакомы с его творчеством, обязательно сделайте это, ибо он является создателем прекрасных мультиков, чудесных артов и просто обалденных аудионарезок, которые посвящены Олегу Брейну, мне и его друзьям. Сегодня мы посмотрим игрушку, которую он создал специально для Олега. В ней мы можем играть за двух персонажей, либо за меня, либо за Олега. Я предлагаю играть на простом уровне. Ну что, поехали? Ты опять стреляешь? Нет. Само, наверное. Возможно, тебе просто показалось. Тебе же может показаться. Твою дивизию! Слышать свой голос в игре, это так эпично. Итак, вот мой персонаж, я такая вот бегаю, как вы видите. Я стою возле красной таблички, плиточки, таблички, на которую нужно нажать. После того, как мы нажмем на все таблички, которые находятся в этом лесу, мы спасаем Олежу, спасаем мир и просто убегаем из леса. Ну что, поехали? Действительно. Все. Чувствую я, началось веселье. Так, ну что, я предлагаю, начнем сверху карты. Аккуратненько, Дашуля. Так, я так, кажется, сюда... Да, все, здесь скалы. Плиечка. Вторая плиточка. Тихо, не шуми. Не шуми. Это уже не я. Ты кто такой страшный? Ой, еще какие. Так, отстаньте. Ребят, я вот... Все, встали, молодцы. Дубль два. Пошли обратно, я там плиточку видела. Будем экономить нашу энергию. А то я смотрю, Дашуля, видимо, каша мало ела с утра. Еле бежит, бедненькая, так. Четвертая. Четвертая плиточка. Тихо-тихо-тихо. Забор. Можно перепрыгнуть и убежать? Нет. Пятая. Дом. О, в дом можно? Можно в дом? Можно я тут спрячусь? Убитые стекла. Нет, я туда не пойду. Там, наверное, очень страшно. Так. Деревья. О! Шестая, по-моему, плиточка. Нет? А вот и седьмая. Седьмая. Мы почти с ним в лоб, в лоб столкнулись. Два раза. Ребят, смотрите это в наушниках. Эмбиент тут просто обал... Ба-ба-ба-ба-балденный. Так, ребят, раков я не ем. Встаньте. Идите там, не знаю, в ресторан возвращайтесь. Вы же красные, вас уже сварили. Ну, вот я сбилась. Сколько мы уже плиточек нажали? Семь или восемь? Конечно, не хватает в игрульке. Наверное, восемь. Да? Будем считать, что восемь. Не хватает счетчика, потому что... Эти бяки-раки сбивают меня с мысли. Так, тут нету ничего. Нет. Так, предлагаю вот такими зигзагами ходить. Я думаю, мы сможем посмотреть как раз всю карту. Исследовать ее. И посмотреть, где находятся наши плиточки. Дашуль, давай. Тихонько, тихонько. Не бойся, я с тобой. Я сама с собой. Это уже, наверное, какая-то первая стадия шизофрении. До свидания. Почему ты вылазишь после табличек? Выход. Можно? Я хочу выйти. Аккуратно. Спасибо, Олеж. Ты меня обрадовал. Что нужно быть аккуратным. А я-то не знала. Вот еще. А теперь начинается самое интересное. Ищем оставшиеся. Плиточки. Опять, отстаньте. Я за Олегом пришла. Он тут что-то в лесу забыл, оставил. Я его просто пришла забрать. Все. Отстаньте. Плиточка. Что это такое? Что это? Что это? Что? Что? Куда? Где? Кто? Ты? Олежа. Бегаем. Бегаем. Все. По-моему, мне показывается, куда нам нужно. Сюда? Сюда, сюда, сюда. Вот выход, выход. Ес! Поздравляю, ребят. Мы прошли за 4 минуты 28 секунд эту игру. Ну что? На легком уровне мы прошли. Я предлагаю посмотреть, что такое средний уровень. И хардкор. Так, теперь поиграем за Олегом. Все, Дашуля у нас отдыхает. Поехали. Ты опять стреляешь? Да, я не стреляю. Само, наверное. Само, наверное. Возможно, тебе просто показалось. Тебе же может показаться? Может показаться. Твою мать. Наверное, многие хотели бы поиграть за Олежу. Ну что, пошли. Аккуратно. Ага. Как вы видите, на среднем уровне уже уменьшился Орел с цвета. Поэтому играть будет... Ого! Это за сколько нас съели-то? За минуту где-то? Ладно, предлагаю попробовать... Поиграть на самом сложном уровне. Опять будем играть за Олега. Ты опять стреляешь? Нет. Само, наверное. Само, наверное. Возможно, тебе просто показалось. Тебе же может показаться? Может показаться. Твою мать. Я согласна с тобой, Олеж. Поехали. Посмотрите на этот Орел. Посмотрите на его размер. Так как плиточки красного цвета. И раки красного цвета. Главное не наступить на раков. Лучше наступить... Пип-пип. Ты чего встал? Беги. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стань. Тихо-тихо. Тихо. Я лишь. Речка. Тут по мне есть плиточка. Дышим. Раки. Раки. Встаньте от нас. Нам тут... Надо побегать, потом мискрейт это записать. Антерн. Еще что-нибудь. Тихо. Олег, нам нужен живое невредимое. Беги. Лежа беги. Давай хотя бы еще одну плиточку найдем. Так, а ты монстр не дыши нам в спину. Кипи-ки-ки. Лежа давай. О, плиточка. Мне кажется, на этом режиме даже рябь не пропадает. Да-да-да. Мне кажется, целей монстров стало больше. Они, по-моему, агрятся уже по любому поводу. Беги. Так. О, га. Синь, полонька. Опа. Господи, вот я уже испугалась. Я-то думала, что это красный... Красный. Красный рак. Беги. Олежа, по-моему, мы с тобой начали уже круги наматывать. Давай в центр. Не-не-не. О, чудесно. Игра держит еще в том напряжении. Так. А может, рябь пусть пройдет? О, там все. Все. Ну что, ребят, мы посмотрели все режимы этой игры, поиграли за разных персонажей. Качайте, играйте. Спасибо, Мэйдеку, за чудесную игру. Всем удачи. Всем пока. До скорых встреч.